Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, является ли неверие в воскресение мертвых препятствием тому, чтобы быть крестным? Безусловно, является, потому что крестный – это тот, кто передает крестнику основы веры, основы вероучения христианского. А воскресение мертвых – это один из членов символа веры, это основа основ. Если вы выбрасываете символы веры, что-то одно, то вы таким образом отказываетесь от всего конструкта христианской веры. А, соответственно, вы не можете быть примером для человека, который хочет воспринять основу христианской веры, основу христианского вероучения. Становясь крестным, вы именно таким человеком и становитесь. Мы видим последствия изменения символа веры в католической церкви. Поменяли одно слово, и за тысячелетия с лишним разошлись совершенно разные религии, по сути. Вроде все одно и то же, вроде и таинства одни и те же, вроде и смысл один и тот же, а совершенно разное мистическое таинственное понимание Христа, понимание Бога. Видите, как вот в этом рассказе «Бабочка у Рэй Брэдбери», когда в прошлое полетели на динозавров, бабочку раздавили, вернулись, а тут все по-другому. Так что нет, без воскресения мертвых никак нам с вами христианство не представить, не осмыслить. Да и какой тогда смысл во всем этом, если мы вложимся в землю и истлеваем там, зачем? Что вы сами проповедуете, во что вы верите, чего вы ожидаете, в чем ваше упование? Исаак Сирин, отец отцов, такие страшные слова, он говорит, что человек, который надеется на Христа только в этой жизни, несчастнее, несчастнее всех людей. Наша вера не про временную жизнь, а ее чаяние, ее основа, ее радость, ее свет, все это простирается за границы временного и видимого мира. Это надо очень хорошо понимать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok